В столице Чувашии подвели итоги республиканских конкурсов педагогического мастерства. Кто стал лучшим в своей профессии в нашем материале? Шесть конкурсов, около сотни участников и одна цель – доказать свое профессиональное мастерство. Учитель года, воспитатель года, самый классный классный, лучший социальный педагог, педагог-психолог. Традиционным номинациям в этом году добавился педагогический дебют. Образовательный процесс не должен стоять на месте. Развиваться должны не только ученики, но и сами преподаватели. Вы на самом деле выполняете такую ответственную миссию. Образование в Российской Федерации всегда среди стран мира отличалось и отличается. И фундаментальные знания в Российской Федерации всегда давали учителя и будут давать. Конкурсные задания остались в прошлом. Чувства, эмоции участников порой зашкаливали. Так хотелось победить. И вот итоги. В каждой номинации определили по пять лучших педагогов. Марина Вячеславовна Картозия из Новочебоксарской гимназии стала лауреатом в конкурсе «Самый классный классный». Во-первых, это еще одна ступенька своего профессионального мастерства. Во-вторых, это новые люди, это новые лица, это новые друзья, которые были здесь приобретены, которые на самом деле за меня очень переживали искренне. Для меня классный руководитель – это водитель, который должен четко знать маршрут, по которому он ведет детей. Для меня это просто курс для самой учиться, учиться и учиться с детьми ради детей. Алина Георгиевна Палладьева из Маргауш названа учителем года. Теперь ей по праву гордится вся школа и район. Мы все прекрасно осознаем, к чему обязывает нас звание лучшего педагога. На нас будут равняться. И поэтому на этой сцене сегодня для нас этот конкурс не заканчивается. И мы готовы идти дальше, трудиться на благо нашей республики и на благо нашей страны. Конкурсы профессионального мастерства в образовательной сфере стали уже доброй традицией. С каждым годом участников становится все больше, конкуренция сильнее, задания сложнее. Самое главное, наверное, здесь очень важно каждому учителю побороть самого себя и действительно показать все свои способности и стать победителем. Учителя сильно меняется, потому что здесь происходит переосмысление. Прочувствовать нужно еще рядом с тобой какие соперники. Это обогащение. Но очень важно, что и моральное стимулирование, и материальное стимулирование, наверное, тоже вдохновляет. Это нужно молодым особенно иметь образ хорошего учителя и на него равняться. Победители будут защищать честь родной республики на всероссийских конкурсах «Учитель года» и «Воспитатель года», которые пройдут этой осенью. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.